Мы ежегодно проводим Мечник обороны массовой и военно-патриотической работы. Сегодня в штабе собираются на совещания классно-руководители кадетских казачьих классов. Также сегодня собираются казаки-наставники и атаманы всех обществ, которые будут участвовать в этом месячнике. На совещании прозвучала отрадная новость. Мероприятие казаков, которое ежегодно проводится в рамках месячника, выходит за рамки Анапского районного казачьего общества и становится популярными. Как, например, открытое первенство по рукопашному бою ко дню защитника Отечества на приз атамана РКО. В этом году соревнования обещают стать международными. Заявки на участие пришли из-за рубежа. Классные руководители и воспитатели кадетских и казачьих классов узнали приятную новость для своих подопечных. К казачьему обществу пошли навстречу руководители Анапского дайвинг-клуба. И учиться вести себя под водой и просто заниматься дайвингом ради удовольствия казачата смогут бесплатно. Что же касается непосредственно месячника обороны массовой и военно-патриотической работы, то всем предстоит много дел, так как запланировано три новых масштабных мероприятия. Три таких мероприятия. Первое – это конные переходы казачат. Второй момент – мы привлекаем священников к этой работе. В годы Великой Отечественной войны не только с оружием в руках, но и словом, молитвой, воевали против фашистов и наши священники русской православной церкви. И они тоже будут выступать, проводить беседы с казачатами, с подрастающим нашим молодым поколением. И третий момент – мы организовываем и проводим. Взяли пример с Кубанского казачьего войска и будем проводить викторину, посвященную истории родного края и нашего Отечества. 1 февраля казачье общество приглашает анапчан и гостей курорта в Центр культуры Родина на концерт патриотической песни. Такой концерт состоится тоже впервые. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анап Регион.